Спорт день за днём представляет проект Территория спорта день за днём Санкт-Петербург, северная столица российского спорта В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы В новом году спорт день за днём посещает не только тренировочные площадки, но и любые культурные места, связанные со спортом После проведения зимней Олимпиады в Сочи у нас существует традиция Каждый февраль проводить в России дни зимних видов спорта Нежегодные старты должны напомнить и не только о победах российских спортсменов, но и о разнообразии зимних видов Как ни крути, а кёрлик, лыжную акробатику и прочие специализированные олимпийские виды обсуждают только во время игр А в остальное время у всех на слуху лыжи, биатлон, хоккей и, конечно же, фигурное катание с его постоянными скандалами, интригами, расследованиями Если не рекламировать зимние виды спорта постоянно, о них снова и снова будут забывать В рамках дней зимних видов по всей стране любительские соревнования по снежным и ледовым видам спорта, мастер-классы и автограф-сессии охватывают до миллиона человек А количество почётных гостей-олимпийцев достигает нескольких сотен, с учётом всех городов В нынешнем году в Петербурге фестиваль зимних видов растянулся на несколько дней и локаций Но главные события произошли в Приморском парке Победы и в ЦПКО Как раз там, где территория спорта день за нём недавно следила за лыжным спринтом Мы же обещали вернуться на эту лыжню и вернулись Если в прошлом году главной фишкой петербургского праздника был кёрлинг, то на сей раз самым необычным турниром стал снежный волейбол В России становятся всё более популярны снежные аналоги игровых видов спорта От футбола и гонбола до экзотического хоккея в валенках Волейбол не исключение, в него тоже можно играть зимой на открытом воздухе По стилю это нечто среднее между пляжным волейболом и классическим, но всё-таки ближе к пляжке Главное в этом виде спорта не забывать тепло одеваться перед матчем Ну а основная часть программы досталась любителям фигурного катания и лыжных гонок Каждому зарегистрированному участнику полагался стартовый набор с браслетом участника, диплом и медаль финишора Как обычно на подобных праздниках работала полевая кухня с горячими обедами И не обошлось без праздничной музыкальной программы на Крестовском острове Фигуристы заняли большой каток ЦПКО, который мог принимать до 500 человек за сеанс К их услугам были инструкторы для тех, кто не уверенно стоит на коньках Тренеры подсказывали, учили основам катания, давали советы и просто помогали гостям фестиваля На лыжной трассе, проложенной по центральным аллеям Крестовского острова, тоже работали инструкторы Показывавшие основы катания на беговых лыжах Традиционно именно на лыжные старты петербуржцев собрать легче всего А в этот раз им еще и повезло с погодой Под конец февраля снежный покров стал удобен для катания даже в центре города Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в беседе с нами заявил Что такие праздники показывают, как отечественный спорт развивается Несмотря на многочисленные проблемы И особенно это касается детского спорта Вообще, тренд нынешнего спортивного российского сезона Это совмещение массовых событий и профессиональных турниров Например, в эти же дни на том же Крестовском острове Состоялись соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы Ледовый бассейн на шесть дорожек под открытым небом Расположился на территории гребного клуба «Стрела» И принимал более 300 пловцов из 40 регионов России А по итогам соревнований была сформирована сборная Петербурга по зимнему плаванию В конце концов, спортсменам тоже важно чувствовать поддержку И массовые спортивные фестивали – это лучший способ показать, что они не безразличны болячкам Редактор субтитров А.Семкин